Здравствуйте, я Александр Яросименко. Трое моих друзья отдыхали в Австрии. После очень мощного вечера, спускаясь на завтрак, один из них говорит официанту One beer. И я сейчас повторяю его произношение. One beer. Two sausages. Официант говорит, I'm sorry, sir. Я извиняюсь, sir. We don't serve you in the mornings. Я извиняюсь, sir. Мы не подаем пиво по утрам. Он говорит, one beer. Two sausages. Два других друга вмешиваются. Понимаешь, Дима, я сейчас меняю имя, потому что человек известный, и я хочу, чтобы у него были неприятности. Понимаешь, Дима, он говорит то, что они здесь не подают. Он говорит, подождите, подождите все. One beer. Two sausages. Официант уходит. Проходит пять минут. Он сходил в магазин. Он купил пиво. Пожарили сосиски. И стоит перед ним две тарелки с большими сосисками и большой бокал пива. Дмитрий втыкает вилку в одну из сосисок, поднимает глаза и говорит, ну что, кто из нас из чего не понимает? Необходимо изначально уяснить, и это правило, которое прекрасно понимают очень успешные люди в мире, что мы получаем не то, чего мы заслуживаем, а то, на что мы соглашаемся. По этой причине отличники очень тяжело учились и потом работают всю свою жизнь. А троечники, многие троечники, открывают свой бизнес и зарабатывают миллионы, потому что мы получаем не то, во что верит отличник, что тот, чего мы заслуживаем, а что еще он мог получить, закончив институт? Просто работу. А то получаем, во что верит троечник, на что мы соглашаемся. Поэтому, повторяя и повторяя цикл отказа в жизни, поначалу отказываясь от оценки тройки себя, потом отказываясь от невыгодных себе отношений, потом третье, отказываясь от самого главного, это от внутреннего голоса, который подкидывает тебе слабые варианты, он повышается до этого уровня, оставляя этого отличника здесь. И, возможно, он даже на него работает. Самое главное правило ведения переговоров мы получаем не то, чего мы заслуживаем, а то, на что мы соглашаемся. В этом видео три правила ведения переговоров. Правило первое. Называется «Снимите сопротивление». Я и мудрый друг отдыхали в Бразилии. Представьте ситуацию. Пляж Копокабана. Один из самых красивых пляжей мира. Сзади бразильская музыка, танцуют танцовщицы. Перед нами Атлантический океан и прекрасная бразильская ночь. С одним большим «но». Каждому из нас представлен нож. Перед нами сидят трое отморозков. Они стянули меня вниз за штанины. Я не могу поджать ноги, не могу подняться. Любое мое движение углубляет нож мне в ребра. Вести переговоры буквально невозможно. Я не говорю по-португальски. Я знал только 20 слов, которые выучил в самолете. Они не говорят по-английски. Любое возражение, любое лишнее движение углубляет нож глубже в ребра. Как быть? Правило первое гласит. Помните, снимите сопротивление. И это правило работает. И в ситуациях с заложниками, и в бизнесе. Помни это правило. Я поворачиваю голову так направо. И говорю, полысь, 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 полысь. Они думают, что я с ними сотрудничаю. Я им подсказываю, что полиция идет. И подсказываю им, что им нужно убегать. Отпускает меня. Они поднимаются вверх. Увидят полицию, которой там к большому нашему сожалению не было. Это время хватает мне, чтобы встать. Мы встали. Я гораздо физически сильнее, чем трое наркоманов-отморозков. Мой друг очень крепкий, большой мужчина. Они просто посмотрели на нас так. Они раздвинулись и ушли. Правило первое. Любых переговоров, в любой ситуации. Не ведите переговоры. Переговоры, как таковые, это тупиковая ситуация. Это фактически война за столом. Если вам нужно с кем-то о чем-то договориться, назначайте время. Давайте вместе пообедаем. Давайте вместе попьем кофе. Можете пойти на рыбалку. Можете в баню вместе сходить. Но не ведите переговоры. Что происходит? Только у человека включается слово «переговоры». Есть три типа переговоров. Есть бытовые, где преимущественно решение принимается на основании эмоций. Есть бизнес-переговоры. Здесь эмоции и холодная логика 50 на 50. Есть большая дипломатия. Здесь только холодная логика и очень мало эмоций. Как только человек узнает, что это были переговоры или сейчас назревают переговоры, он смещается с бытового уровня на бизнес или на большую дипломатию. И уже он думает. Не как ему договориться, а что получаешь ты и что получаю я. У него включаются манипуляции. И вести переговоры с ним архи сложно. Самый большой стол переговоров в мире – это гольфовое поле. Юристы говорят, что большинство людей не осознают, что они находятся на переговорах, пока они оказываются очень поздно. Ваша задача – содержать ваши переговоры в бытовой среде, так, чтобы другая сторона не знала, что это бизнес или большая дипломатия переговоров. Если это возможно, всегда, если возможно, стремитесь к ситуации, когда вы снимаете сопротивление в бизнесе, ситуации с заложниками, как угодно. Если у вас есть сопротивление, то, возможно, этот стол переговоров нужно оставить и просто уйти в другое место и заключить более выгодную сделку, где сопротивления не будет. Правило «День переговоров» номер два. Оно называется «Усильте вашу позицию». В Лос-Анджелесе я видел прекрасную сумку. Сумка Samsonite. Она стоила 250 долларов. Через полгода я вижу ту же самую сумку на рынке в Китае за 150 долларов. Хорошая сделка. Нужно было ее купить. Я торгуюсь продавцом. За 100 долларов я предлагаю ему. Он не соглашается. Я от него ухожу. Он гонится за мной. Хорошо, покупай. Я не покупаю, тем не менее. Я иду дальше. У второго продавца я вижу такую же сумку. Я предлагаю ему 80 долларов. Он полностью отказывается, устраивает сцену. У китайцев принято хорошо торговаться. Они умеют это прекрасно делать. Я ухожу. И он меня догоняет и соглашается продать мне за 80 долларов. Я понял, что они перестали за мной гоняться где-то на 25 долларов. Я купил ее за 28. Второе правило ведения переговоров гласит усильте вашу позицию. Если вы покупаете и вы с деньгами на этом рынке, в этой сделке, то вы усиливаете вашу позицию, туго затягивая ценовой ремень. Если вы продаете, очень просто. Если вы продаете, то вы можете усилить вашу позицию очень сильной презентацией. В одном из спикер-клубов, и спикер-клуба – это тренинг каратовского искусства, где я обучаю людей делать сильные презентации. Занимался один парень, и его компания продавала большие электрические агрегаты. Они были огромные, и каждый из них стоил более чем миллион евро. И компания была на грани банкротства. Они не могли продать ни одного из них. Они лежали у них на складе. И когда он выступал с презентацией продажи этого агрегата, мы никто ничего не понимали. Некоторые девушки кричали, «Слушай, я не понимаю ни одного слова, о чем ты говоришь!» Я ему сказал, «Приди на спикер-клуб раньше, приди на полчаса, я с тобой поработаю, мы с тобой сделаем прекрасную презентацию». Эта индивидуальная работа продлилась где-то, возможно, 4 дня с ним. И мы сделали прекрасную, понятную, очень сильную презентацию. На последнем или предпоследнем занятии он пришел счастливейший. «Мы продали его!» Мы продали. Вот что происходит, когда у тебя есть сильная презентация, ты усиливаешь свою позицию. Бывают ситуации, когда против тебя применяется давление. Такие случаи есть. Одна из компаний просила меня, чтобы я провел у них тренинги корпоративные. Но это было интересно. Я прихожу к ним в офис, и обычно на мои визиты собирает весь топ-менеджмент компаний. Им интересно пообщаться, со мной поговорить. Секретарь меня заводит в комнату, там сидит 6 человек. Они все сидят и молчат. «Это Александр, пожалуйста, садитесь», — говорит. Девушка, и она уходит. Я с ними здороваюсь. Они кивают головой, но все молчат. Зависает пауза, возможно, 3-5 секунд. 3-5 секунд кажется обычными цифрами, но 3-5 секунд пауза в молчании — это сумасшедшая тяжелая пауза, которую очень трудно выдержать. Я сразу понимаю, что здесь какие-то идут процессы, которые необыкновенные. Я сажусь перед ними и говорю фразу. «Может ли кто-нибудь здесь мне объяснить, что я здесь делаю?» И тогда уже они нарушают молчание и начинают сами мне, сами себе продавать меня. Рассказывая, как им нравятся мои видео, как они были на моих других тренингах, как они хотят, чтобы я провел тренинги продаж в их компании. Вот что происходит. Если вы не умеете усиливать вашу позицию, скорее всего, вы проиграете на переговорах. И усиление позиции означает, если вы платите деньги, вам нужно затягивать ценовой ремень. Если вы продаете, вам нужно сделать очень сильную презентацию. И сильная презентация — это не просто презентация, которая хорошо показывает что-то. Сильная презентация — это которая вызывает решение по другую сторону переговоров. И если на вас окажется давление, вы должны уметь не просто его выдержать, а очень часто вернуть его в такой дозе, которая другой стороне будет непосильно. Третье правило. И третье правило ведения переговоров называется чек. Пройдитесь по чек-листу. Один мой очень хороший знакомый в 90-х годах продавал квартиры. И квартира была назначена, выведена на рынок немножко по более высокой цене, чем рыночная цена. Пришел покупатель, посмотрел на квартиру. Видно было, да, квартира стоит чуть дороже, но в ней были прекрасные люстры, там были очень хорошие дубовые двери, шикарные карнизы и очень дорогие смесители. Сделка была подписана, деньги были отданы. Когда новый владелец квартиры получил свои ключи, буквально через час раздается звонок. Звонок с матами, которые были слышны вдали вот этого телефона. А где, что где? А где карнизы? А где смесители? А где двери? Где, где? А ты что покупал? Ты покупал недвижимость. Ты не покупал карнизы, которые не были у тебя указаны в договоре. Ты просто покупал недвижимость. Очень важная вещь. Пройдитесь по чек-листу и обозначьте все их в вашем договоре или в контракте, потому что, как говорят юристы, прав не тот, кто прав, а тот, кто может доказать свою правоту в суде. Почему юристы – одни из самых трудных переговорщиков? Не потому, что они несговорчивые или неприятные люди, здесь прекрасные юристы, они очень обаятельные люди. А по той причине, потому что, как бы ты с ним ни общался, в конце, в итоге, он пройдется по чек-листу, и каждый из пунктов будет обязательно им отмечен. Я резюмирую. Самое главное, базовое правило, еще до всех правил ведения переговоров, ты получаешь вообще в жизни, не просто на переговорах, не то, чего ты заслуживаешь, а то, с чем ты соглашаешься. И три правила ведения переговоров. Первое. Снимите сопротивление, потому что переговоры, как таковые, это провал отношений уже. Если у вас идут переговоры, как таковые, возможно, вам уже стоит от них отказаться и просто с кем-то договориться в другом месте. Второе правило. Усильте вашу позицию. Позиция должна быть сильная, если ты покупаешь, затягиваться на мой ремень, узнавая другие предложения. Если ты продаешь, сделай сильную презентацию. Если ты оказался в ситуации, где на тебя оказывается большое давление, должен уметь вернуть давление большее, чем на тебя оказано. И третье правило. Чек. Пройдись обязательно по чек-листу. Потому что мы не можем управлять людьми, можем только управлять договоренностями. С вами был я, Александр Герасименко. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok